Добро пожаловать на YouTube-канал Сергея Любарского. Вы привели цитату генерала Милли, который назвал Дональда Трампа фашистом. Вы сами не употребляли это слово. Скажите, считаете ли вы Трампа фашистом? Да. Да. Я также верю, что люди, которые лучше всего его знают, заслуживают доверия. Посмотрите на их карьеры. Это не те люди, кроме, я думаю, только... Только Майка Пенса. Это не были политики. Это профессионалы, которые занимали высшие должности в национальной безопасности, служили генералами в нашей армии, которые уважаемы. Говоря о человеке, который станет главнокомандующим, не говоря о том, что мы знаем о том, как он говорит о военных солдатах, называя их неудачниками, как он унижает людей, которые приняли присягу, чтобы пожертвовать жизнью за страну. Да, господа, вы не слушались. Впервые за американскую историю кандидат в президенты от одной партии назвал кандидата в президенты от другой партии в прямом эфире публично фашистом. Это простое оскорбление по принципу, ты мудак, не ты сам мудак, или это действительно реальное обвинение в фашизме, что означает, что при приходе к власти этот человек упразднит американскую конституцию, то, в чем его в прямую обвиняют, и инкарсерирует тысячи людей, убьет евреев, ну и так далее, и так далее, и так далее. Дальше включается шумовая завеса, нет, Любарский вы путаете, нацизм с фашизмом, нацизм отдельно, фашизм отдельно. Это я все же много раз слышал, и существует два мнения на этот счет. Мнение первое, которое называется правило Роберта Канквест. Джордж Роберт Канвест, рожденный в 17-м, умерший в 2015-м, прожил почти 100 лет, сформировал прекрасное правило. После определенного числа обмена мнениями каждая сторона склонна обвинять другую в предательстве или фашизме. Вы все, наверное, это давно знаете. То есть, поэтому трудно сказать, реально ли считают, что Трамп фашизм, или это часть сложившейся политической традиции. Кстати говоря, об этом самом Роберте Канквест, он является ученым, сотрудником Стэнфордовского института. Я с ним лично не знаком, был на его семинарах, был на его лекциях. А известен он тем, он британец по происхождению, но умер в Соединенных Штатах, что он написал классические англоязычные книги на темы, которые здесь до сих пор никто не обсуждает. Его наиболее известная книга «Великий террор. Сталинские чистки 30-х годов» вышла в 1968 году. «Жертва скорби. Советская коллективизация и террор голодом» вышла в 1986 году. И «Сталин. Разрушитель наций» вышла в 1991 году. Он наиболее фундаментальный исследователь сталинского и коммунистического террора. И по этой причине Демократическая партия сделала все возможное, чтобы он был непопулярен. Демократическая партия не любит говорить о жертвах сталинского террора. Вот насколько они любят говорить о жертвах фашизма, насколько они не любят говорить о жертвах сталинского террора. Здесь я хочу остановиться и прочитать комментарий, который я недавно получил. «Сергей, здравствуйте. Почти в каждой второй вашей передаче вы напоминаете, что ваши оба канала для умных и думающих людей. Но почти каждая вторая передача превращается в какой-то ликбез для неврастейников и идиотов». Текст не мой. «Абсолютно все советские республики, кроме Эстонии, превратились либо в диктатуры, либо в фашистские государства, либо, в лучшем случае, в социалистические страны. Именно поэтому ни с кем, кроме как с демократической, социалистической, фашистской, популистистской партией США, все через черточку, они не могут сотрудничать. Они же все овощи с одной грядки. Please, 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 pretty, please, we should run up. Перестаньте метать бисер перед свирьями и, пожалуйста, делайте больше интересных аналитических передач на разные темы, которых так было много в первые годы вашего канала. Я услышал вас, и это как раз та самая передача. Сегодня у нас мои размышления о социализме. Начнем мы, сразу заранее говорю, что у нас в программе, выяснять, является ли Камала Харрис или Дональд Трамп фашистами, обсудим истории возникновения фашизма, философские, идеологические, исторические, поразмышляем, является ли нацизм и итальянский фашизм одним и тем же, и в чем между ними разница. Немножко посравниваем коммунизм, социализм, социал-демократию и фашизм и повыясняем, чем они все отличаются или не отличаются от друг друга. И в конце, если останется время, это лекция сегодня, у нас формальная лекция, где буду предлагать книги, источники, материалы. И если останется время, я поразмышляю о кризисе политической идеологии в современном мире, когда ни у кого, в принципе, нет никаких идей, а что со всем вот этим делать дальше. В современном мире слово фашизм используется также слово расизм, и это является оскорблением. Если вас называют фашист, на это нужно обижаться. Фашистская идеология запятнала себя геноцидом, запятнала себя миллионам погибшим, развязывание Второй мировой войны. Все мы это знаем, но так было не всегда. Вот, например, глава американского правительства, кумир всех демократов, просто родоначальник современной политической американской идеологии, Фрэнклин Делан Рузвельт, был в восторге от фашизма, но пока не началась, собственно, конфликция или война Соединенных Штатов с фашистскими странами. А до этого он был в огромном восторге, и в июне 1933 года, как только пришел к власти, он выразил свое восхищение лидерство Муссолини, похвалив его за успехи в восстановлении Италии и стабилизации страны. Он писал ему письма, и в этом своем одном из своих письмей он отметил, что он глубоко впечатлен тем, чего Муссолини смог добыться его попытками предотвратить более широкий конфликт в Европе. Позднее Рузвельт назвал Муссолини прекрасным итальянским джентльменом, поддерживал с ним твесные контакты в период дипломатического сближения, которое завершилось к середине 30-х годов. Чувства эти были взаимны, и вот перед вами книга, она есть на Амазоне, я настоятельно советую вам ее прочитать. Книга очень сильно выбивает стереотипы, читается очень легко, немецкий автор. Книга называется «Three New Deals», то есть размышления на Америку Рузвельта, Муссолини, Италию Муссолини и Германию Гитлера. И в этой книге этот историк доказывает с помощью цифр, фактов, переписки, что чувства были взаимные, что когда Рузвельт объявил New Deal, это было воспринято как программой к действию, и во многом он своим New Deal повлиял на Гитлера и Муссолини. То есть эти трое лидеров, ну до того, как они начали воевать друг с другом, были в состоянии копирования идей и комплиментов друг к другу. Теперь выясняется, что фашизм, оказывается, это плохо. Откуда мы знаем, что такое фашизм, чтобы мы могли отличить фашизм, например, от коммунизма в Советском Союзе? У нас есть великий Умберт Эка, говорю сарказмом, не считая его невеликим философом, невеликим писателем, тем не менее в 95-м году, уже в глубокой старости, он написал знаменитые, ставшие очень известными, 14 пунктов. Быстренько их назову. Фашизм – это когда соблюдаются многие из этих пунктов. Не обязательно все, но достаточно много. Чем больше, тем фашистнее. Это дань традиции. Это отвержение модернизма. С моей точки зрения, это одно и то же, но он зачем-то вынесло в два разных категории. Действие ради действия. Несогласие, как предательство. Страх перед различиями. Апелляция к фрастуированному среднему классу. Одержимость с заговором. Враг одновременно и силен, и слаб. То есть представление врага и могущественным, и жалким, в зависимости от ситуации. Пацифизм – это сотрудничество с врагом. Презрение к слабым. Избирательный популизм. То есть обещание всяких фиш-флюшек и финтифлюшек для того, чтобы избраться. Новояз – обращение языка для ограниченного критического мышления. Использование лозунгов и клише. Матчизм и культура героизма и смерти. В зависимости от того, как вы понимаете эти категории, я попытался поставить баллы идеологии и политики республиканцев и демократов. У меня получилось то ли 7-6, то ли 6-7 в какую-то сторону. Что это означает? Понятия не имею. Является ли идеология демократической партии фашистской? Не знаю. Является ли идеология республиканской партии в исполнении Трампа фашистской? Если они набрали 6 баллов, не знаю. Вы можете сами поиграться, найти Умберто Эка и поставить баллы, как вы считаете нужным. Но нам не нужны баллы, потому что в 2019 году, весной, был опубликован фашистский манифест. Ну, зачем нам 95-го года измышления философа, если у нас есть первоисточник? Он был опубликован в итальянской прессе, и там было все написано. Фашист – это тот, кто признает следующие требования. Дальше ставьте галочки, записывайте, являетесь ли вы фашистом, если вы согласны с этим манифестом. Я буду читать галочки, в смысле читать позиции, а вы считайте. И к концу напишите в комментариях, фашист вы или нет. Итак, 8-часовый рабочий день для всех работников. Ставьте галочки. Введение минимальной заработной платы. Ставьте галочки. Участие работников в функциях и руководством отраслевых комиссий. Я позже объясню, что это такое. Оказывание доверия профсоюзам, такое же, как руководителям промышленности и государственным служащим, то есть поднятие профсоюзного движения. Реорганизация железных дорог и общественного транспорта, и их дальнейшая национализация. Государственное страхование по инвалидности. Вы за? Ставьте галочку. Снижение пенсионного возраста 65 до 55 лет. Вы за? Ставьте галочку. Также этот манифест призывает, и потом это ввели, снижение избирательного возраста до 18 лет, а также к праву быть выбранным с 25 лет. Дальше голосование для женщин, раньше женщины в Италии не голосовали. Вы за? Ставьте галочку. Пропорциональному представительству на региональной основе. Это то, что сейчас демократы недовольны устройством американской конституции. Дело в том, что представительство в Конгрессе от разных штатов разное. То есть, соотношение между Коннекот и Калифорнией три к одному. То есть, один житель Коннекот имеет в три раза больше веса, чем один житель Калифорнии. Это непропорциональное представительство на региональной основе. Это нужно было упростить. Это хотят сейчас демократы. Это тогда, в 19-м году, прошлого века, хотели те самые страшные фашисты. Идем дальше. Представительство на правовом уровне вновь созданных национальных советов по экономическим секторам. Чуть позже объясню, что это. Упразднение итальянского сената. О чем идет речь? В то время сенат назначался из национальной элиты. Туда входила интеллектуальная и городовая аристократия. И утверждалась королем. То есть, это было инерционное тело, которое пыталось остановить или ограничить прямое избирательное право. То есть, чтобы народ сам себя не разнес в дребезги. Ну, то есть, по-прямому объясняя, что если народ захочет отдать ядерное оружие за какую-то бумажку, как, например, я вчера рассказывал о Будапештском меморандуме, чтобы был какой-то совет старейшин, совет мудрецов, которые не боятся потерять это место, они реже избираются, их утверждает король, которые остановят народ в этом глупом действии. Так вот, это нужно было уничтожить. Точно так же сейчас многие демократы считают, что Сенат нужно уничтожить, потому что он нерепрезентативный, или ввести представительство такое же по штатам, что делает, собственно, Сенат еще одним палатой представителей. Формирование Национального Совета экспертов, то есть, нужны экспертов по труду, промышленности, транспорту, здравоохранения, коммуникациям и так далее. Это было сделано в Соединенных Штатах. То есть, когда доктор Фаучи нам всем одел на тело маску и запретил выходить, он действовал на основании экспертов по здравоохранению. Вот, это уже в Соединенных Штатах давно внедрили. На самом деле, из того, что я вам читаю, в Соединенных Штатах уже внедрено, за исключением этого таинственного консилиума по экономике, о чем я чуть позже поговорю, все остальное было внедрено. Идем дальше. Высокий прогрессивный налог на прибыль, который принимает форму настоящей, частичной экспроприации всего богатства на суперприбыль. То есть, прогрессивный налог. В Соединенных Штатах он был до Рейгана. В 1983 году Рейган через Конгресс его отменил. В Соединенных Штатах был 85% до Рейгана прогрессивный налог. Это фашизм. Ставьте галочки, с чем вы согласны. Посмотрим, до какой степени вы фашисты. Изъятие всех религиозных общин, упразднение всех епископов, в общем, наезд на церковь. Вы же не хотите церковь, ставьте галочку. Создание краткосрочной национальной территориальной обороны со специальными обязательными обязанностями. Военные заводы в конечном итоге должны быть национализированы. И звучат барабаны мирная, но конкурентоспособная внешняя политика. Перечисленные мною пункты есть на интернете, на Википедии под главой фашистской манифеста. Есть на английском, есть на русском, есть копии оригиналов. Я очень часто производил такую злую шутку со своими друзьями. Я говорю, протрать 3 минуты, поставь галочки, с чем вы согласны. Когда у человека получало 70-80% согласия, я говорю, поздравляю вас, вы фашист. Человек обижался и говорил, что я что-то не так делаю. Я с ним согласен. Несмотря на то, что все фашистские меры были приняты, все фашистские провиженс были внедрены в Соединенные Штаты, сказать, что Соединенные Штаты сейчас фашистское государство, я не могу. Тогда опять мы приходим к началу нашего разговора, а откуда тогда мы знаем, кто фашист? Вроде бы уже мы прошли по двум категориям признаков. Первый нам ничего не дал, второй нас убедил в том, что большинство европейских и Соединенные Штаты Америки и Канады являются классическими фашистскими государствами, а я по-прежнему утверждаю, что они ими не являются. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, нужно углубиться в тему дальше и понять историю, философию и эволюцию мысли в развитии фашизма. Это очень важная вещь. Формальными признаками у нас отделаться не получится. Я много раз говорил на своем канале, что идеи правят миром. За этой фразой стоит совершенно очевидное, мне абсолютно понятное, что тот мир, который нас окружает, это репрезентация философских идей, неких лиц, то есть были какие-то люди, которые придумали какие-то идеи, потом эти идеи захотели внедрить в этот мир, после того, как их внедрили, получилось так-то или иначе, от либерального движения до фашистского движения, и в результате мир нас окружающий является в абсолютной степени не предметом какого-то эволюционного процесса, это абсурд. Мир нас окружающий является следствием философских идей, в той или иной степени неинтерпретированных и внедренных теми или другими политиками. Так как большинство людей современного мира никогда не читают философские книги, они это воспринимают точно так же, как рыбки воспринимают корм в аквариуме, как дар божий. То есть окружающий рыбок мир в аквариуме они воспринимают как нечто естественное и созданное природой. На самом деле поздравляю вас абсолютно всех, мы все сейчас, вы в Китае, вы в России, вы в Украине, мы в Соединенных Штатах, живем в мире, который был построен под влиянием тех и других философских идей, и не понимая тех или других философских идей, вы никогда не будете понимать тот мир, который нас с вами окружает. Итак, на формирование фашистской парадигмы, фашистского аквариума, если вы согласны с моей метафорой, повлияли следующие философы. Жан-Жак Руссо, о нем мы несколько раз говорили на этом канале, большинство людей из постсоветского пространства это имя знает. Фридрих Ницше, он вложил концепцию сверхчеловека и критика христианской морали. Его акцент на воле к власти был очень инструментален, очень полезен для создания концепции фашизма. Также британский философ Томас Гоббс в русском произношении и вообще Хоббс, его идея сильного государства для предотвращения хаоса и оправдания авторитарной власти. Очень многие, в том числе Арестович, к моему удивлению, путают Хоббса с Джон-Лок. Джон-Лок не был последователем и продолжателем Хоббса, он был его оппонентом. Он как раз был тем, который говорил об отсутствии сильного государства и наличии сильного общества. Единственное, что было общего у Хоббса, Габбса и у Джон-Лок, это то, что они приносили новый метод, философскую мысль, структурный анализ. Но это единственное, что их объединяло. Тем не менее, этого человека в постсоветском пространстве как-то знают. Гегель, Гегеля преподавали в классе марксизма-ленинизма, его хорошо знают. Гегель использовался примат государства как высшей формы общественной организации и общественного духа. Это то, что создал Гегель. А дальше я хочу обратить ваше внимание на трех менее известных, но гораздо более влиятельных философов того периода, которые, по сути говоря, и огранили этот алмаз. Вот этот природный алмаз фашизм. Чего вы смеетесь? Тогда это считалось передовое движение, это считалось гордостью. Повлияли следующие. Джордж Сорель. Джордж Французский ученый, философ, инженер. Годы жизни 1847-1922 мыслитель разработал теорию революционного синдикализма и подчеркнул роль мифа и насилия в социальном движении. Что такое Джордж Сорель? Мы все знаем одну ветку марксистской эволюции. То есть Маркс, Тирея Плеханов, Тирея Ленин, Тирея Сталин, Тирея Мау. Это марксистско-ленинская ветка марксизма-ленинизма. Существовало другие ветки. То есть марксизм это же как дерево. Есть троцкистское движение. Они все конкурируют. Есть у всех почитатели. Когда-то я в 1992 году забрел в университет в Беркли. Встретился с троцкистами. Они до сих пор там существуют. То есть это такая обширная структура. Так вот Сорель был марксистом другого направления. И он делал акцент на моральной подготовке пролетариата вместо неизбежной революции. То есть его тезис, если можно совсем упростить до примитива, не нужно пытаться поджигать сырые дрова. Нужно подождать, когда пролетариат созреет. Я не буду сейчас обсуждать марксизм. Просто я хочу обратить ваше внимание, что в его книге «Размышления о насилии», это был наиболее фундаментальный его труд, «Размышления о насилии». Он, 1908 года книга, он повлиял очень сильным образом на Джиованни Джантиле, и уже через Джиованни Джантиле эти идеи перешли к Бенюте Муссолини. То есть цепочка Маркс-Сорель Джантили-Муссолини. То есть вот это такая философская идеологическая цепочка преемников и изменение модификации идеи. Сама по себе книга «Размышления о насилии» в данной ситуации очень важна. Существуют теории, это теории, это философские теории. Сегодня мы с вами здесь рассматриваем различные философские теории. Существует современная философская теория, что если вы насилием попытаетесь свергнуть несправедливую власть, получится еще хуже. То есть народ должен терпеть, а снимать коррумпированную власть путем демократического процесса. Теория прекрасная, ну то есть Майданы не нужны, идите и голосуйте. Майданы приводят вот к чему перевела Украина. А теория не работает, теория точно не работает, в Украине было уже два Майдана, уже было пять или шесть мирных смен власти, а воз и ныне там. И господа, вопрос, можно ли или нужно ли ввести в Украине диктатуру и ввести насилие, отменить демократию и силой заставить народ перейти в новое состояние, то есть вопрос, который стоит на поверхности, на повестке дня, где украинский пиночет, где украинский ликванью, и нужно ли это, выйдет из этого что-то хорошее или с большой вероятностью из этого ничего хорошего не получится. Согласитесь, совершенно не праздный, а главное очень важный вопрос. Какая философская школа, какое размышление мудрецов прошлого подтверждает или опровергает эта мысль, то есть нужно ли в Украине вести диктатуру. я сейчас не буду терять время на эти размышления, но согласитесь, размышления далеко в данной ситуации не праздные. То же самое по сути говоря относится к России. Ну то есть Путин нравится вам это или не нравится. Мне лично не нравится, но тем не менее избран демократически и когда Путин помре, ну он хоть и бессмертный, но когда-то помре, на его место придет следующий Распутин и у вас есть шанс, что этот следующий Распутин будет лучше, ну не знаю оценки критерий лучше или хуже, ну в общем демократичнее чем этот. А если нет, может быть стоит таки табакерку и великого пиночета диктатора поставить, чтобы он там навел власть и порядок и ушел. Если у вас философско- эмпирическая база для ответа на этот очень важный вопрос, сразу забегая вперед, отцы-создатели полностью утверждали, ну мы говорим о философии сегодня, что силовое снятие власти является не только законным и необходимым, что власть, хотя и законно избранная, нарушающая основные права человека, является властью ублюдочной, коррупционной и общество должно свергнуть эту власть как можно быстрее, иначе эта власть уничтожит общество. Отсюда знаменитая фраза «Дерево свободы нужно поливать кровью тиранов и патриотов» это то удобрение, которое это дерево так любит. То есть создатели фраза фраза считали, что не только нужно устраивать периодические перевороты, а необходимо. Это как раз держит нацию, общество в тонусе. Но размышления разные, вот один из философов на эту тему был тот самый марксизм Джордж Сорелл. Следующим философом, который повлиял на итальянский фашизм и создание итальянского фашизма был немец Карл Шмидт. Годы жизни 1988 умер в 1985 три года не дожил до 100 лет. Он был немецким юристом и политическим теоретиком, чьи работы оказали значительное влияние на теорию государства и права. Его основные книги это «Диктатура» книга 21 года исследует роль чрезвычайных полномочий и оправливает диктатуру как инструмент сохранения государства. Мы только что об этом говорили. Вторая его известная и влиятельная книга 22-й год «Политическая теология». Эта книга утверждает, что суверен тот, кто принимает решения в чрезвычайной ситуации. Вот сейчас украинцам нужно читать эти книги, если они хотят понять, что со всем вот этим бардаком, который сейчас происходит в Украине, делать дальше. Кстати, россиянам тоже не помешает. Кстати, американцам тоже не помешает, потому что мы там, по-моему, скоро тоже будем. И эти книги были прочитаны Бинута Муссолини и Джованни Бастилы и повлияли на их формирование фашистского государства. И в 1932 году он ввел книгу «Понятие политического», где определяет, что основным двигателем политического процесса является конфликт, что нужно определить друг-враг, кто твой, и уничтожать врагов и бороться за друзей. Понятная теология. Это, в общем, продолжение Макеавелли. И его влияние на фашизм заключается в том, что он обосновал, теоретически обосновал легитимность диктатуры и авторитаризма, что нашло отклик в нацистской и фашистской идеологии. Его концепция исключительного суверенитета способствовала оправданию академических мер, анти, простите, демократических мер, то есть отмену избирательного права. Вы, народ, нифига не знаете, у нас есть диктатор, который знает лучше. Он это обознавал. И вопрос очень большой, а прав ли он или не неправ. Вот как получилось в Украине, в России и получается сейчас в Америке, вы тоже видите. И его идея о конфликте друг-враг легли в основу нацистской политики исключения и преследования. Вот это не философ, он же не хотел смерти 6 миллионов человек, он думал о лучшем организации устройства общества. Ну, а получилось как получилось. И уж самый интересный для меня человек, которого я в ближайшее время посвящу отдельный стрим, это Густав Либон в своей ключевой книге «Психология толпы» или в английском переводе просто «Толпа крауд». Книга вышла в 1895 году и она рассматривает именно поведение толпы и поведение или изменение психологии человека, когда он включен в толпу. Толпу он определяет как набор людей, объединенных одной идеей. Просто люди стоящие на остановке это не толпа. Толпа это когда у вас есть эта идея. И он говорит, что поведение индивидуальное поведение человека и поведение человека в толпе радикально меняется. И он будучи психологом французский этот Густав Либон начал выводить определенные принципы и предсказывать поведение общества заранее говоря, что мы находимся в конце века индивидуализма и мы переходим в начало века коллективизма, где поведение толпы будет все определять. И дальше он определил до сих пор абсолютно все правильно и все работает, что же является ключевыми параметрами поведения толпы и управления толпой со стороны диктатора. я запишу как минимум один и может быть несколько роликов на вопрос психологии толпы и эмоциональной интеллидженс, то есть EQ, я говорил про IQ, а теперь пришло время поговорить про EQ, но не сегодня, а сегодня просто ключевые точки, ключевые звездочки его наблюдений и его выводов. Вообще-то он был ученым. Он пришел к выводу, что толпа иррациональна. Если индивидуально люди готовы думать иррационально, то есть взвешивать за и против и находить иррациональное решение, то попадая в толпу, они начинают решать вещи эмоционально и теряют разум, то есть толпа иррациональна. Вся, любая, американская, украинская, российская толпа иррациональна. Толпа подвергается легко внушению, ей легко манипулировать, и ее легко пропагандировать. Тяжело запропагандировать одного, легко запропагандировать толпу. Толпа или люди в толпе теряют анонимность и ответственность. То есть в толпе индивиды теряют чувство личной ответственности, морали и достоинства, что побуждает их к деструктивным действиям. Это его выводы на основании психологии наблюдения 1895 год. Это тот автомобиль, тот векол, та вагонетка, на которой и Гитлер, и Муссолини, а потом и Рузвельт, ну, естественно, и Сталин приехали в свое общество. То есть вместо того, чтобы заниматься индивидуалистом, индивидуализмом, и уговаривать каждого, нужно собрать людей в толпу, дать им идеи, и тогда ими легче управлять. Вот этот труд фундаментально определил мета введения политики на продолжающиеся уже 130 лет. В толпе существует то, что он определил тогда, это его фраза примат коллективной эмоции, одной примитивной коллективной эмоции. В толпе доминирует страх, или энтузиазм, или любовь, или обожание, или агрессия. Толпа не способна на гамму сложных чувств, и этот примат делает его с одной стороны легко манипулируемой, но с другой стороны абсолютно непредсказуемой. Ну, как было с Сяушеску. Толпа ликовала и обожала, пока они не взяли его и не повесили. Легко менять настроение толпы. И последнее, не последнее, одно из главных вещей, которое он определил, это роль лидера. Толпе необходим харизматичный, управляющий толпой, формирующий простые, эмоционально заряженные идеи лидер. Вот это было определено, как работает психология толпы. С тех пор произошло много интересных психологических учений. Все это уже сейчас перешло в область генетики, о психологии толпы и про эмоциональную интеллигенцию и влияние эмоций на рациональное поведение. Я обещаю в ближайшее время, но уже после выборов, поговорить на этом канале. Итак, прочитав все эти философские труды и течения, и будучи изначально марксистом-социалистом, Муссолини отказался от идеи марксизма, потому что он прекрасно понимал, что эмоциональная преданность концепции мирового объединения пролетариата бессмысленно глупа. Он об этом хорошо писал. Как он говорил, слишком большой объем эмоционального влияния. Далеко непонятно. Гораздо лучше толпе заходит понятие нации, построенное на национализме. У меня есть несколько роликов на этом канале, посвященных национализму. Соответственно, нацию гораздо легче продать, как то, что возбуждает толпу и позволяет вести ее за собой, нежели идея пролетарии всех стран. Соединяйтесь. Будучи в молодости марксистом, все произошло из марксистской идеологии. Муссолини отвергает марксизм, за что подвергается критике Ленина. Они не встречались лично, насколько известно, но вращались в одних примерно и тех же кругах. И он говорит о том, что гораздо сильнее заходит идея национального единства, что и подтверждается, его теория подтверждается в Первой мировой войне. Первая мировая война разбила мировой интернационал, первый интернационал на клочья, в хлам, в дрызг, потому что каждая социалистическая партия моментально пошла пропагандировать свою нацию, нацизм, национализм стал гораздо более важным мотивирующим идеей для формирования толпы, нежели пролетарии всех стран соединяйтесь. То есть Муссолини критиковал социализм за то, что он разбивает нацию, что внутри нации идет борьба пролетариата с эксплуататорами, буржуазией с пролетариатом, то есть он считал социализм деструктивным, потому что социализм не объединяет нацию, а разбивает нацию. Поэтому с точки зрения Муссолини идея социалистическая неплоха, но марксизм он ревизионирует через Сорелла в то, что получается фашизм. То есть социализм не для всей планеты не нужно всего этого, а социализм для нашей нации. То есть нация становится во главе всего объединяющего эту толпу идеология. Дальше он включает антикоммунизм, естественный вывод, то есть национализм естественно противоречит коммунизму, и он отторгает классовую борьбу и раскол нации по классовому признаку, то есть антиклассовый признак. То есть он говорит, что и эксплуататоры, и рабочие, и инженеры, и служащие, все это представители нации, и главное, что мы все итальянцы, ну или главное, что мы все немцы, или украинцы, в Украине фашизм, кстати, в 30-е годы, особенно на Галичине, сильно процветал. И дальше следующая идея, которую он формирует, это консервативизм и традиция, возврат к естественному порядку, и это происходит из Джан-Жака Руссо, помните, этот примитивный дикарь и так далее, мы о том говорили, то есть роль романтического, самоотверженного лидера, который поведет за собой нацию. Арестович в лидеры не вышел, я в Украине каризматичных лидеров не вижу, но не кажется ли вам, что если в Украине появится каризматичный лидер по фашистским лекалам, то Украина сейчас уже готова к фашистскому концепции. Я не уверен в этом, но вы напишите, как вы считаете, вот если придет этот самый Ликванью или Ликваньенко получится ли у него или Пеленочетко получится у него объединить нацию и перевести истраждавшийся народ, говорю абсолютно без иронии, народ истраждался и у народа сейчас в Украине нет никаких конструктивных идей, что со всем этим делать дальше. О конструктивных идеях и их отсутствии мы поговорим в конце сегодняшнего семинара. Ну и наверное стоит определить, а что делать с экономикой, что делать с экономикой, и он Муссолини говорит следующее, свободная рыночная экономика, построенная на идеях либерализма, отвергается, она не работает, а социализм, в смысле экспроприация, средств производства государством, отвергается, это очевидно не работает, и нужен какой-то компромисс, он ищет этот компромисс, этот компромисс и ищут и Трамп, этот компромисс ищет Камала Харрис, этот компромисс ищут все, никому не нравится социализм, ну экспроприация средств производства, никому не нравится свободная экономика, его ответ на этот компромисс он называет корпоративизмом, то есть существуют маленькие бизнесы, их трогать не надо, то есть военные мастерские, прачечные, такси и так далее, они сами в себе живут, то есть НЭП, а вот большие предприятия нужно правильно направлять и контролировать и регламентировать, это по сути говоря уже внедрено, вот эта идея корпоративизма в экономику Соединенных Штатов, вводятся нормы прибыли и дальше чего в Соединенных Штатах еще нет, он вводит понятие классового сотрудничества, то есть он делает, вот я когда говорил, я позже объясню, что это значит, он делает на каждом предприятии комитеты рабочих, которые будут избирать менеджеров, назначать, то есть управлять, то есть соуправлять предпроизводствами и вводит какой-то уровень коллаборации, то есть договоренности между владельцами предприятия и рабочими над этим предприятием, то есть кроме того, что владельцы платят огромный налог на прибыль, владельцы должны еще советоваться с рабочими и, по сути говоря, создает на каждом предприятии советы, которые решают вместе с владельцами, сколько производить, как производить, чтобы убрать конфликт. Вся его философия, фашистская философия, как ни странно, была построена на гармонию существования людей в обществе и убрать производственный конфликт. Соответственно, забастовки, он был большой противник забастовок, отменяются, потому что конфликта нет. Они договорились в процессе, зачем идти на конфликт, если можно построить структуру, обрекающую на заведомо договоренные условия работы. Забегая вперед, сразу скажу, что эта фигня не работала, экономика при нем стагнировала, и Италия существенно отстала от других стран за времена его правления. То есть эта идея гибрида управления производством точно не работала. Кроме того, он создавал, это нельзя сказать министерством, он их называл комитеты по управлению. Каждая индустрия имела свой комитет, куда входили лидеры этой индустрии. Представьте себе, комитет по управлению, написание софтвора, софтпродукта, программного продукта, куда входит Билл Гейст, Илон Маск. И они там собираются и принимают стандарты, тогда считалось, что нужно ввести стандарты, ставят планы, разруливают конфликт, чтобы не было ненужного производства. То есть каждый берет, вот вы пишите эту программу, я пишу эту программу, зачем нам ссориться. И это была идея корпоративной экономики. Эту идею из своей головы или из другой части тела вынял Бенвинуто Муссолини. Вот когда я вам зачитывал его манифест 19-го года, вот все вот эти вот программы были об этом. Это было об корпоративизме. И, наверное, главная и основная часть всей этой политической философии, которая определила, собственно, развитие многих стран, это не только Италия, это Германия, это Испания, это Венгрия, это Румыния, если не ошибаюсь, Болгария, то есть многие страны игрались в эту игрушку, это антилиберализм, то есть отвержение либеральной философии, отрицание индивидуальных свобод в пользу коллективных интересов. Это тот фундамент, на котором все это строилось. То есть, если классический либерализм постулировал во главу угла индивидуализм, личность и его интересы, объединяющийся свободно личности сформирует общество, и общество нанимает государство, которое общество жестко контролирует через систему сдержек и противовесов, то у фашистов все получается с точностью наоборот. Во главе угла становится государство, которое контролирует общество, которое, в свою очередь, общество контролирует личность, то есть пирамида совершенно другая. Это Это было четко зафиксировано Джиованни Джантили, философом, соавтором, другом и вдохновителем Муссолини в их совместной книге «Доктрина фашизма». Я категорически настаиваю, что те, которые умеют читать по-английски, я не знаю, переведена ли была эта книга на русский, прочитали эту книгу. «Читается легко, книга небольшая, в ней очень много глупостей, но именно ради этих глупостей вам стоит прочитать эту книгу». В этой книге постулировалась, и та часть, которая там много было в «Доктрине фашизма» написана, та глава, посвященная антилиберализму, была написана этим самым Джиованни Джантили. Вот цитаты из этой книги. «Индивид, ну то есть личность, человек, существует только поскольку, поскольку он подчинен и нужен государству». Вам понятно или нужно комментировать? Или такая фраза, которую писали, писали на плакатах, «все в пределах государства, ничего вне государства, ничего против государства». То есть «мы придем к победе социализма», было написано в моем действии, а вот если бы я рос в 30-х годах в Италии, как рос там Умберто Эко, было бы написано на плакатах «все в пределах государства», «ничего вне государства», «ничего против государства». Что такое «ничего вне государства»? То есть если вы хотите сделать техклуб, то это должен быть техклуб, одобренный и спонсированный государством. Если вы хотите сделать союз филателлистов, вы не можете его сделать вне государства, все внутри государства. Ну и классическая фраза тоже была, я просто лозунги привожу этого периода. «Государство – это абсолют, группы относительны, индивиды ничтожны». Ну то есть вот четко нарисована приоритет. И следующая цитата. «Я могу приводить вас до бесконечности». Это все книги этим забиты. «Для фашиста все находится в государстве, и ничего человеческого или духовного не существует, и тем более не имеет ценности вне государства». То есть примат государства как манифестация нации над обществом. Понимая все это, теперь мы начнем делать практические выводы. Вопрос нашего семинара следующий. Является ли нацистская Германия фашистским государством? Меня очень часто проправляют. Любарский, вы ничего не знаете, нацизм не является фашизмом. Давайте с вами определимся в этом вопросе. «Безусловно, существуют большие и принципиальные отличия между немецким нацизмом и итальянским фашизмом. И я вам их приведу. Основное – это расовая теория нацизма, которая не существовала у итальянцев. У итальянцев нация не была построена на концепции расовой, то есть этнической принадлежности. Соответственно, Муссолини не уничтожал евреев и как раз боролся за единство наций, не в зависимости от этнического происхождения. С точки зрения Муссолини, нужна была сила нации в ее единстве. И разбивать людей на разные этнические группы, и тем более уж уничтожать разные группы, было преступно и абсурдно. У Гитлера этого не было. Он считал, что немецкая раса превосходит над всеми остальными, а немецкие граждане еврейского происхождения должны быть уничтожены, еврейские граждане славянского, простите, немецкие граждане славянского происхождения не могут обладать теми же правами и так далее. Ну, то есть это принципиальная разница. Следующая – роль государства. И тот, и другой считал доминанту государства над обществом и личностью, но у Гитлера над государством был еще один уровень – это раса. То есть примат всего – это раса у Гитлера, потом государство, потом общество, потом личность. Это не одно и то же. То есть Гитлер был заражен Евгеникой, у меня был семинар недавно на эту тему. Я, в принципе, иду по какой-то программе, пытаясь объяснить, что с нами происходит и к чему мы идем. То есть суть моих лекций, хотя может вам казаться разрозненной, это мой анализ исторических процессов, которые привели нас к тому состоянию, в котором находится мировое философское поле и общество сейчас, и к тому, к чему мы можем прийти в каком-то обозримом будущем. И, соответственно, отношение к государству было немножко разное, но, в принципе, доминант государства над личностью общества был и там, и там. Было другое отношение к экспансии, то есть если и там, и там был Третий Рим. То есть был Третий Рим у Муссолини, и был Третий Рейх, что-то им нравилась цифра 3, у Гитлера. Гитлер хотел завоевать восточную Европу как Либбенстраум, то есть жизненное пространство. Итальянцы же хотели вернуть контуры Третьего Рима. Вот то, что был Третий Рим, это наше, а все остальное нас не интересует. Но, в принципе, и те, и другие имели определенные экспансионные программы. И в экономике у Гитлера гораздо была более эффективная экономика. У него не было этой концепции корпоративизма. Тем не менее, Гитлер также выдавал планы, также контролировал корпорации. И сравнивать эти экономики нельзя, потому что у Гитлера было огромное количество ресурсов в результате национализации еврейских денег. До 40% легкой промышленности принадлежало евреям, все это было национализировано. И у Гитлера были огромные ресурсы, связанные с войной и организацией военного производства. Но, в общем и целом, и там, и там была экономика, очень сильно контролируемая и управляемая государством. Можем ли мы заключить, что нацизм – это продолжение фашистской идеологии? С моей точки зрения, да, бессомненно. С той лишь разницей, что у Гитлера итальянский национализм, интересы нации, перешел в нацизм. Наша нация замочит вашу нацию. Меня очень часто мучает вопрос, на который у меня нет ответа. А что было бы с историей? Что было бы с миром, если бы Гитлер не сошел с ума на своей евгенистической программе, не стал мочить евреев, а в своей вот этой части между нацизмом и национализмом использовал бы философию Муссолини. То есть национальное объединение всех их этнических групп. Все остальное осталось бы так же. Можно этот рубик кубика интеллектуальный крутить как угодно. Можно сказать, что если бы у бабушки были бейцы, то она была бы дедушкой. Можно сказать, что если бы Гитлер мыслил рационально, он бы не был Гитлером. Но с другой стороны, вопрос далеко не лишенный здравого смысла. Представьте себе Гитлер, который, завоевывая немецкую территорию, не собирается уничтожать евреев. Через сколько у него было бы ядерное оружие, можно было бы победить эту страну? И более интересный вопрос, а нужно ли бы было бы побеждать эту страну, если она заточилась уничтожать коммунизм? То есть, что объединяло итальянский фашизм и немецкий национализм? Это их ненависть к коммунизму. То есть, очень непраздный вопрос, а что бы было бы в Европе, если бы Гитлер не был расистом? И теперь, зная все это, давайте перейдем к обсуждению основного и главного вопроса, с которого мы начали сегодняшний семинар. Является ли Трамп фашистом? С моей точки зрения, однозначно и без сомнения, Трамп фашистом не является и рядом не стояло, и рядом не лежало. По сути говоря, Трамп является классическим, просто вот махровым, демократом разлива 1960 года. Именно поэтому Роберт Кеннеди и поддерживает Трампа, потому что программа Трампа сейчас это практически калька программы Джона Ф. Кеннеди 1960 года. Трамп классический демократ. Какая же была программа у Кеннеди в 60-м году? Экономика стимулировать рост экономики за счет снижения налогов, я Кеннеди цитирую, не Трампа, увеличение государственных расходов, то есть создание национального дефицита и введение таможенных пошлин. Вот это вот было прописано в программе Кеннеди 1960 год. Увеличение обороны и космическая гонка, укрепление армии, развитие космических программ, противодействие СССР. Внешняя политика, сдерживание коммунизма, но улучшение отношений СССР к Китаем с помощью дипломатии. Нам не нужно воевать, нам нужно с вами торговать и через торги, через договоры мы сможем вас убедить в правильности нашего поведения и мы не хотим ядерного и какого-либо другого конфликта. Это позиция Трампа. Давайте договариваться, а если вы полностью договор не способны, ну тогда придется вам выбивать все зубы. Это была позиция Кеннеди. Социальная программа, расширение программ по здравоохранению, образования, пособий по безработице и поддержка профсоюзов. Это программа Трампа. То есть Трамп классический демократ разлива 60-х годов. Так же как Кеннеди он был за ограничение абортов, то есть не полный запрет, но за ограничение. Так же как Кеннеди он был за разумное контролируемую иммиграцию в страну, контролируемое государство. Но тогда у Кеннеди просто не было альтернативы. Так же как Кеннеди он был против репараций и так же как Кеннеди он считал, что национальный вопрос, вопрос черных нужно решать интеграцией черных в американскую экономику. То есть практически вы не найдете никакой существенной разницы между сегодняшней и текущей программой Трампа в условиях современного мира и программой Джона Кеннеди 1960 года. И теперь зная все это давайте перейдем к обсуждению основного и главного вопроса с которого мы начали сегодняшний семинар является ли Трамп фашистом. С моей точки зрения однозначно и без сомнения Трамп фашистом не является и рядом не стояло и рядом не лежало. По сути говоря Трамп является классическим просто махровым демократом разлива 1960 года. Именно поэтому Роберт Кеннеди и поддерживает Трампа потому что программа Трампа сейчас это практически калька программы Джона Ф. Кеннеди 1960 года. Трамп классический демократ. Какая же была программа у Кеннеди в 1960 году? Экономика стимулировать рост экономики за счет снижения налогов я Кеннеди цитирую не Трампа увеличение государственных расходов то есть создание национального дефицита и введение таможенных пошлин. Вот это вот было прописано в программе Кеннеди 1960 год. Увеличение обороны и космическая гонка укрепления армии развития космических программ противодействия СССР. Внешняя политика сдерживания коммунизма но улучшение отношения СССР к Китаем с помощью дипломатии. Нам не нужно воевать нам нужно с вами торговать и через торги через договоры мы сможем вас убедить в правильности нашего поведения и мы не хотим ядерного и какого-либо другого конфликта. Это позиция Трампа. Давайте договариваться а если вы полностью договор не способны ну тогда придется вам выбивать все зубы. Это была позиция Кеннеди. Социальная программа расширение программ по здравоохранению образования пособий по безработице и поддержка профсоюзов. Это программа Трампа. То есть Трамп классический демократ разлива 60-х годов. Так же как Кеннеди он был за ограничение абортов то есть не полный запрет но за ограничение так же как Кеннеди он был за разумное контролируемую иммиграцию в страну контролируемые государства. Но тогда у Кеннеди просто не было альтернативы. Так же как Кеннеди он был против репараций и так же как Кеннеди он считал что национальный вопрос вопрос черных нужно решать интеграцией черных в американскую экономику. То есть практически вы не найдете никакой существенной разницы между сегодняшней текущей программой Трампа в условиях современного мира и программой Джона Кеннеди 1960 года. Более интересный вопрос является ли Камала Харрис фашисткой. В определенном смысле она гораздо ближе к фашистской именно нацистской идеологии чем Дональд Трамп. Сама идея разделять нацию то есть американскую нацию на этническую принадлежность этот черный этот белый этот индеец этот мексиканец является частью фашистской нацистской идеологии. С точки зрения Муссолини этнически нация едина вне зависимости от вашего этноса это кстати то же самое что происходит в России. Когда я говорю что в России фашизм мне говорят нет мы не убиваем евреев. Замечательно в Италии их тоже не убивали. А вот у Камала Харрис существует понятие рас и расовые принадлежности и предпочтения и преференции это очень сильно простите попахивает фашизмом. Также существует желание управлять экономикой вмешиваться в экономическое корпоративное общение. Также существует желание внешней экспансии. И если вы возьмете 14 пунктов Эмберта Эка вы обнаружите что существует определенная проблема со свободом слова это фашизм слово нужно запрещать во имя целей государства существует необходимость что-то делать ради действия она постоянно повторяет давайте перевернем страницу а что будет на следующей странице зачем переворачивать страницу если мы не до конца понимаем а что там нас ждет само переворачивание страниц или то что кричал ее предшественник Обама перемен 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 замечательно а куда бежим чего строим какие цели нет главное цель ничто движение все вот цель ничто движение все действие ради действия это согласно Умберту Эка это фашизм несогласие как предательство критика инакомыслия это это классическая Камала Харрис и представители демократической партии страх перед идеологическими различиями страх перед инакомыслием свобода слово это классическая Камала Харрис апелляция к фраструированному среднему классу и люмпен пролетариату это классическая Камала Харрис я вам дам 20 тысяч лоунов вам не доплачивают я заморожу цены на продукты питания это классический фашизм одержимость заговора я просто иду по списку Умберта Эка то что якобы безорожные люди пытались свергнуть ее правительство 6 января ну чушь которую невозможно натянуть на какую здоровую голову то есть там был мирный протест который расстреляли да это был не конституционный но мирный протест он нарушал американскую конституцию но людей довели до состояния когда люди начали огрызаться на полицейских на самом деле он формировался как мирный протест если бы эти леди хотели устроить переворот там бы было все совершенно по-другому и вот вот этот вот одержимость этим заговором что 6 января был заговор это классический фашизм это поджог рискстага враг одновременно силен и слаб это классика Камала Харрис то есть ничтожные республиканцы которых мы уничтожим в то же время мы их боимся потому что они очень сильны и если мы их ничтожим нам 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 все сотрудничество с врагом это это преступление любой который перейдет на республиканскую сторону будет уничтожен является ли Камала Харрис фашисткой нет так же не является как не является фашистом Дональд Трамп это тот самый принцип с которого я начал когда люди начинают спорить о политике третьему разу они обвиняют друг друга в фашизме не понимая до конца что это такое давайте выбросим фашизм за скобки нашего рассмотрения и перейдем к той линейке к той шкале которая всем просто и понятно это роль государства в обществе системы которые приподнимают государство в обществе являются социалистическими фашистскими националистскими как угодно и это мы видели на протяжении всего последнего столетия все последнее столетие современный мир и реэкспериментировал с контролем государства над обществом эксперимент закончился самым большим количеством уничтоженных граждан в абсолютном и в относительном размере от рук собственного государства в мирное время больше 100 миллионов человек погибло от рук собственного государства в мирное время в основном в Китае ну и Советский Союз тоже не подкачал то есть когда вы даете государству неограниченные права и свободы государство пожирает в прямом смысле своих детей поэтому с моей точки зрения существует только одна политическая линейка существует много социальных осей но существует главная ось это роль государства и по ней Дональд Трамп будучи демократом гораздо ближе к центру нежели Камала Харрис она радикальна мои проблемы мои личные политическая критика в адрес в адрес Дональда Трампа ну согласитесь у меня имеет право быть свои политические взгляды предпочтения и анализ так вот моя проблема с ним как у меня проблема со всеми демократами я не демократ я классический рейгановский республиканец я сторонник великой фразы Рейгана 9 самых страшных слов в английском языке я из правительства и я пришел вам помочь эти слова вы от Трампа не услышите потому что он готов защищать американский пролетариат от нечестной конкуренции строить дороги выдавать пособия и так далее и так далее и это мой предмет идеологического разногласия с Трампом и это то почему у меня конфликт с трампистами естественно и понятная позиция но я не выбираю между идеальным кандидатом такого не существует сейчас я выбираю между демократом Трампом и очень радикально левой Камалой Харрис и заканчивая сегодняшний обзор я хочу поговорить о для меня самом важном времени осталось очень немного но я обозначу это поле что является философской платформой сегодняшней демократической партии то есть Трамп и трампист классический демократ с этим все понятно это мы видели последние 60 лет с этим все понятно а вот на какой философской фундаментальной идеологической основе покоятся сегодняшние демократы у них не существует идеологической платформы это то что по-английски называется хач-пач то есть сборная солянка разных фрагментов и кусков всех левых социально-политических теорий которые отработало мировое общественно-политическое пространство за последние сто лет здесь и куски марксизма здесь и куски фашизма здесь и куски нацизма и евгеники все засунули в один чехол и никакой четко сформулированной идеологической платформы у них в принципе просто нет не существует в этом состоянии также находится вся Европа то есть в Европе не существует ни одной это не классический либерализм либералами не считают себя только по названию это и не классический социализм это не классический социал-демократическое движение это вот этот вот хач-пач сборная солянка сильно замешанная странными абсолютно необъясняемыми аберрациями поведения по кастрации детей и стерилизации по кастрации мужчин и стерилизации женщин и странными сексуально политическими аберрациями это просто аберрация в отсутствие такой стройно сформулированной идеологии современный запад долго не протянет то есть у современного запада существует огромный идеологический вакуум кризис не существует лидеров соответственно не существует движения не существует понимания процессов идет стагнация и загнивание многие из нас видели фильм который называется по-английски American Beauty американская не знаю по-русски перевели American Beauty многие не знают что название этого фильма это порода роз которые отличаются тем что у них продолжают свисти сами листья и побеги и там притут розы а корни могут полностью сгнить корни сгнили а еще стебли живые и это была символика фильма фильм вышел в 1999 году считайте 25 лет назад то есть это символ современного американского идеологического и общественного состояния побеги еще растут розы еще цветут а корни уже сгнили у американского общества так же как у европейского общества нет четко сформулированной идеологической foundation то есть фундамента идея для России и для Украины быть как Европа с этой точки зрения является полностью бессмысленной то есть если Европа потеряла свои корни и Европа не обладает никакими идеями что делать дальше при этом падает рождаемость при этом нарастает уровень конфликта падает производительность производства эффективность производства и мы это все видим как в отражении в капле капле дождя мы это видим в Украина русская Российско украинской войне то идея давайте сделаем Украину как Францию не работает Франция загнивает Германия загнивает и Украина у которой нет у тех побегов которые еще стоят просто будет загнивать и это проблема Украины очень небольшое количество людей как в России так и в Украине которые понимают философию их осталось просто считанное количество когда-то из России изгнали целый пароход по-моему даже несколько сейчас там не хватит на одно купе в Украине то же самое так вот те небольшие количество философов которые остались прекрасно понимают кризис западной цивилизации в чем заключается кризис нет фундаментальных корней непонятно что делать с этим всем дальше состояние демократической партии это полный хаос между их метанием между пандемией и масками сохранить любую каждую жизнь иметь их желанием все абортировать между их желанием разделить народ по классам по этнические половому признаку то есть там полный хаос это полная сборная солянка и очевидно что это кризис и нет никакой идеи что предложить взамен соответственно наиболее интересными в России наверное Дугин на его прямой вопрос журналиста какая ваша философия он сказал у меня еще и нет но я точно знаю что она будет уникально русская замечательно классно а что делать то будем дальше него не ушел Арестович он тоже прекрасно понимает дефицит этой философии он говорит о своей он не называет программу он называет проект он говорит о своем проекте ни тот ни другой не могли сформулировать хоть как-то минимальски маломальски четко свои проекты чтобы их можно было хотя бы как-то критиковать или обсуждать но они понимают этот вакуум заканчивая мое личное убеждение что идеи классического либерализма который создали тот мир в котором мы живем который вырастили те побеги американской розы я ссылаюсь на фильм американ бьюти там фильм про розы корни сгнили потому что возникло желание все поменять то есть я постулирую что единственный легитимный эффективный путь развития общества это все тот же индивидуализм все тот же классический либерализм но естественно с модификациями за счет того что мы выучили за последние 150 лет чтобы не повторить прошлые ошибки что эта философская идея пришла слишком рано и нам нужно построить механизмы которые будут гарантировать процветание философского индивидуализма в обществе где существует толпа толпа не терпит индивидуализм нам нужно защитить индивидуализм который двигает общество вперед от нападок толпы или как сказал Мэдисон американская конституция должна обеспечить процветание креативного меньшинства от нападок агрессивного большинства толпы маб мы слишком рано выбросили за борт истории идеи классического классического индивидуализма к ним необходимо вернуться они абсолютно себя не изжили можно дополнить американскую конституцию и с моей точки зрения последние 120-130 лет западная цивилизация съехала с хорошо намеченного и проторенного пути и решила проэкспериментировать что будет если толпе дать власть вы видите ответ на этот вопрос в украинской российско-украинской войне до войны в Украине был все равно тот же кошмар потому что толпе дали власть вы видите фиаско этой же парадигмы толпе дали власть в Соединенных Штатах и в Европе всем спасибо за время за внимание увидимся в следующий раз украинской фиаско-украинской фиаско-украинской